Слава Украине! Приветствуем от Полонского! Сегодня 20 января, а значит сегодня две очень важные даты, ребята, о которых надо помнить постоянно. Первое, это день автономной республики Крым. Я не знаю, после освобождения Крым будет еще республикой автономной, или же может быть, может будет областью, мне тут трудно сказать, как решим. Как решим, так и будет, может будет референтум, не знаю. Но в любом случае ясно одно, Крым это Украина, и никакой России там никогда в жизни нет, не было и не будет. Вот это абсолютно точно. Так что не забываем о Крыме, и как видим прекрасно, мы его постоянно отрабатываем. Нет такого дня, чтобы ГУР, чтобы службы специальных операций не отрабатывали Крым. Нет такого дня, чтобы мы не занимались тем, чтобы незаконное вот это строение в виде Киршинского моста заняло свое место рядом с демонтированной незаконной голубятней дяди Миши. У нас во дворе, которую тоже демонтировали. И это тоже демонтируем, рано или поздно. Мы уже дважды, как говорится, его немножечко приводили в порядок, подлатывали. Но Бог любит Троицу. Обязательно, обязательно все будет сделано, все будет по высшему уровню. Да, и я думаю, что уже и расисты не сомневаются в том, что Крым это Украина, что из Крыма придется улепетывать. Одно только жалко, при Украине это была здравница. Вспомните, туда ездили со всего мира. В том числе даже и с Россией. Никто же не протестовал, никто им не запрещал туда ездить. Со всего мира люди ездили на отдых. Это был санаторий, это был курорт. Во времена, когда Крым захвачен фашистами, сами видите, после 2014 года его превратили в огромную, опасную для жизни военную базу, где бандиты путинские заминировали все вокруг, обкопали его окопами, привезли туда 100-500 миллионов бомб, истребителей каких-то, танков и так далее, и так далее. И вообще превратили в базу для нападения на Украину. Мы все прекрасно знаем, что российско-фашистские войска складируют свои фашистские арсеналы именно в Крыму. Но ничего, я кто скажет, курчат по осени считают, да? Вот, так что, все еще будет, ребята. Крым обязательно вернется домой, в Украину, и это первый момент. И, кстати, этот момент, к большому сожалению, Путину дал ложное представление о том, что на Украину можно нападать. Потому что, как вы помните, боев за Крым не было. Или практически, да? Вот, а вот второй сегодня день, это день защитников Донецкого аэропорта. И вот тут уже, это совершенно другая картина. 242 дня наши кимборги держали аэропорт. 242 дня непрерывных боев с превосходящими силами фашистов. И это беспримерная оборона, которую можно сравнить, разве что, вот, с фермопилами при Древней Греции, либо же с героями Азоа в Мариуполе. Других таких мне даже не приходит в голову сравнений, которые можно вообще в истории человечества что-то с этим сравнить. Бетон не выдержал, а наши кимборги выдержали. Вот так. И вот тут Путин, кстати, бандит, террорист, мародер, садист и фашист Путин, должен был сделать какие-то выводы. Из-за того, как вся его долбанная армия долбилась, неприспособленная к обороне здания Донецкого аэропорта. 242 дня. Он должен был понять, что на Украину не надо нападать. Что это будет твоя последняя ошибка, Путло, что ты напал на Украину. Потому что ты видишь, что это было одно, всего лишь одно здание. Ты его взять не можешь. Но у Путина показались, знаете, у него в глазах прыгали розовые пони, которые туда у него позапрыгивали, если это, конечно, Путин. Тут тоже момент такой второй. Которые у него туда позапрыгивали в момент захвата Крыма. И он думал, что все будет как в Крыму, когда его войска пройдут сквозь Украину, как нож сквозь масло. Он возьмет Киев, Киев за три дня. Ну и вся вот эта лабуда. Ну что, Путин, захватил ты что-то? Видишь, вся Украина превратилась не в Крым, а в Донецкий аэропорт. Так что, наши войска, кстати, до сих пор под этим аэропортом и стоят. Так что ничего у вас не получилось, расисты, ничего у вас не получится. Крым это Украина, Донецк это Украина, Донбасс это Украина. А Россия это непонятно что. Что такое Московия, мы знаем. Ну скоро и вы узнаете. Все будет Украина.